Роль Ивановцев в Великой Победе сложно недооценить. С первых дней войны наши земляки активно включились во всеобщее сопротивление. За пять лет добровольно и по мобилизации из региона ушли на фронт около 70 тысяч человек. 27 тысяч из них домой не вернулись. Такова была цена победы от нашей области. В перечне героев Советского Союза 158 ивановцев. Осенью 1941 года фашисты совсем близко подошли к границам региона. Иваново и прилегающие районы были объявлены тыловыми. В городе появились многочисленные бомбоубежища, во дворах сооружали укрытия, границы края укрепили дотами, дзотами и противотанковыми ежами. Один раз на территорию города даже сбрасывали бомбы. Все мужчины и женщины от 16 до 60 лет прошли обучение правилам противопожарной и противохимической обороны. На случай налетов вражеской авиации в городских районах и при крупных жилых домах были созданы боевые группы. Все мужчины от 16 до 50 лет, не попавшие на фронт, обязаны были носить оружие. В регионе развернулась сеть эвакуационных пунктов и госпиталей. Совершали наши земляки и трудовые подвиги. Только один меланжевый комбинат выпустил за годы войны 100 миллионов метров тканей, из которых можно было пошить форму на 12 миллионов бойцов. Ивановская область сыграла свою большую, незаметную, но очень важную роль. Это город Труженик, город, который без тыла не бывает победы на фронтах. Ну и 38 тысяч ивановцев были награждены медалью за самоотверженные труды Великой Отечественной войны. Так что вот тыл, фронт, все сплелось. И мы можем гордиться, что у нас и полководцы были, и замечательные фронтовики. Вооружившись метлой, волонтеры Победы провели большой субботник у воинских захоронений на кладбище в местечке Балино. Мероприятие приурочили к событиям 30 апреля 1945 года, когда советские воины выдрузили красное знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Привести в порядок захоронения тех, кто завоевал мир, самое простое, что можно сделать сегодня. Сегодня волонтеры собирают листву, то есть благоустраивают памятные места, леи славы, воинские захоронения на территории всей области и всей России, конечно же. В Иванове на субботник вышли около 15 человек. Все добровольно. Никто не пожалел свой законный выходной. Нас собрали здесь, чтобы благоустроить это данное место к празднованию Парада Победы, который состоит с 9 мая. Сегодня мы чистим дорожки, убираем тут от листьев или от елок, благоустраиваем это место. Эта неделя у волонтеров Победы, пожалуй, самая насыщенная в году. Благоустройство памятников, встреча с ветеранами, проведение народных акций, в том числе и бессмертного полка. Много всего полезного нужно успеть сделать. Ведь и волонтеров, и не волонтеров так много, а ветеранов, живых участников тех дней, уже так мало. Одни в бою, другие в поле, вы не щадили сил и жизни для нее. А сколько было слез, а сколько горя, и вот вы, наконец, дождались ее. Любимые мои, и сердца дорогие, поклону он низкий до земли, о ваших скромных подвигах родные. Потом расскажу, что помнили они, и давно писем по желтевшей странице, и фотографии этих давних лет. Хочу достойным быть у вас учиться, чтобы в жизни новых достигать побед.